Здравствуйте! С вами Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». До Дня Благодарения осталось всего два дня. Этот праздник отличается в последний четверг ноября. И сегодняшняя тема – «Маны на День Благодарения». Это один из главных праздников в Америке и мой самый любимый. Пора поговорить о планах в последнюю минуту. Хотите приготовить ужин сами, пойти в гости, к друзьям или отправиться в ресторан? Сейчас, скорее всего, уже поздно бронировать столик в ресторане. В Америке это нужно сделать в начале ноября. Но еще не поздно приготовить замечательную традиционную еду. Жареную индейку, клюквенный соус, картофельное пюре, запеченные сладкие картофели, зеленую стручковую фасоль и брюссельскую капусту. И, конечно же, вкусный тыквенный или яблочный пирог на десерт. В День Благодарения мы хотим, чтобы друзья не остались в одиночестве. Мы спрашиваем, что вы делаете на День Благодарения? Хотите присоединиться к нам на День Благодарения? Хотите отметить его с нами? Хотите отметить его вместе с нашей семьей? Если вы приглашены к кому-то, можно сказать, с большим удовольствием, я чем-то могу помочь? Что мне принести? В какое время мне прийти? Когда вы приглашаете к себе, вы можете попросить, принесите, пожалуйста, тыквенный пирог или принесите, пожалуйста, картофельное пюре. Больше всего времени уходит на приготовление индейки. Она готовится в духовке часами. Если у вас не хватка времени, закажите приготовленную заранее индейку в супермаркете. Обычно заказы начинают принимать за две недели до праздника. Просто придите и скажите, я хотела бы заказать готовую индейку. И сразу дайте знать, какого веса. По возможности, по весу не больше 10 фунтов. Будьте готовы, что на кассе попросят денежное пожертвование. Продуктовые магазины на День Благодарения собирают средства. Пожертвования в 1, 2, 5 долларов помогут накормить праздничной едой нуждающихся. День Благодарения проходит в духе щедрости. В этом году мы отмечаем День Благодарения, и мой день рождения вслед за ним с семьей в Сан-Франциско. Мы выезжаем из Лос-Анджелеса в 5 утра, в четверг, чтобы успеть вовремя к ужину. Движение на Дорогу к День Благодарения перегружено, ведь многие торопятся собраться в гости. А какие у вас планы на День Благодарения в этом году? Пожалуйста, напишите мне в комментариях. И если этот праздник еще не отмечают в вашей стране, возможно, вы можете положить начало своей собственной доброй традиции, пригласить друзей и благодарить за все, что есть в вашей жизни. В следующем видео мы поговорим о силе благодарности. С Днем Благодарения! И непременно напишите мне о ваших праздничных планах на День Благодарения в этом году. С вами была Наташа Купер, авторсистема «Влиятельный английский». По старой доброй традиции в нашей виртуальной школе свободного английского и личностного роста стартовала праздничная распродажа на День Благодарения. Торопитесь, скидки исчезнут в полночь 26 ноября. День Благодарения